Аллилуйя! Получили ли вы благословение? Аминь! Меня попросили сегодня послужить вам на тему бесов и физического исцеления. Как многие из вас знают о том, что точно так же, как Бог хочет дать вам исцеление души, Он хочет, чтобы вы получили исцеление своим в теле. На протяжении всей недели мы слышали о том, что если вы возрожденный христианин, бесы не могут обладать вашим духом. Но они определенно могут влиять на ваше тело. И Писание говорит нам о том, что Иисус пришел, чтобы освободить пленных на свободу. Поэтому я хочу быстро помолиться, и мы вернемся к Слову Божьему. Давайте помолимся. Иисус, благослови Своё Слово. Спасибо. Аминь! Аллилуйя! Откройте вашу Библию от Луки. И я хочу показать вам местописание сегодня. Мы пройдем по нескольким местам Писания и позволим Духу работать с нами. Поэтому Евангелие от Луки, глава 10. Извиняюсь, 13-я глава. 13-я глава Евангелия от Луки. И стих с 10 по 16. И он сказал, что он учил в один из тех дней в синагоге. И там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Обратите внимание, у нее был дух немощи. Иисус, он увидев ее, подозвал и сказал ей, женщина, ты освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Давайте сейчас немножко пропустим, сразу на стих 15. И Господь сказал ему в ответ, лицемер. Там они говорили с Иисусом люди. И он говорит, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла отъясли в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Аврааму, которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежала ли освободить от ту сих в день субботний? У нее был дух немощи. И Иисус сказал, не должно ли эта женщина, которая была дочь Аврааму, быть освобождена от этих уз? Давайте перевернем на Марк, 9 главу. And now let's look at verse 17 through 27. Марк, 9 глава. You don't have Mark in your Bible? Throw it away and get another one. No, let's stop. 9 глава. Mark chapter 9, verse 17. Стих 17. It says, and one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which has a dumb spirit. Один из народа сказал в ответ, Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Pay attention, a dumb spirit. Обратите внимание, немой дух. Verse 18. And wherever he takes him, he tears him, and he foams and gnashes with his teeth and pines away. And I spoke to your disciples, and they, to cast him out, and they couldn't. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрижет зубами своими, и цепенеет. Говорил я очень кантом, чтобы изгнали его, и они не могли. Pay attention to what this spirit is doing to this person. Обратите внимание, что дух делает с этим человеком. It's causing him to fall on the ground, it's causing him to foam at the mouth, it's causing him to have seizures. То есть он заставляет его падать на землю, испускать пену, и он скрижет зубами. Мы бы сегодня назвали это эпилепсией. Это приступ эпилепсии. And verse 19 says, and he answers him, and he said, you faithless generation, how long shall I suffer with you? Bring him to me. И отвечаем, Иисус сказал в 19 стихе, о род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне. Verse 20. And they brought him unto him, and when he saw him straightway, the spirit tore him, and he fell on the ground, and waddled foaming. И привели его к нему, как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, и он упал на землю и валялся, испуская пену. And Jesus asked his father, Иисус спросил его отца, how long has it been since he's had this problem? Как долго уже эта проблема у него? And the father said, и отец сказал, since he was a child, с детства, It's a generational thing there. Здесь у нас мы видим родовое проклятие. They brought this child to the disciples to cast out the demon, and they couldn't. Они привели этого ребенка к его ученикам, и они ничего не смогли сделать. And Jesus did just what some of us have been doing. We said, how long have you had this problem? Иисус, он задался тем же вопросом. Он сказал, как долго он страдает этим? Когда это началось? And the answer was, it started when he was a child. И ответ был, что это началось тогда, когда он был еще ребенком. Есть определенные вещи, которые я хочу, чтобы вы запомнили, исходя из этих Писаний. Что в Писании, в Евангелии от Луки, мы говорили о духе немощи. А здесь дух эпилепсии. Оставайтесь в Евангелии от Марка, только в 8 главу давайте посмотрим. Посмотрим на 28 стих. Я уверена, вы знакомы с этим местом Писания. И написано, они отвечали. I guess maybe I need to get there. I'm in Mark. Sorry about that. Matthew, we need to be in Matthew. А, извините, мы должны быть у Матвея. I'm making sure you're all awake. Я просто хочу убедиться в том, что вы не спите все. Matthew chapter 28. Матвей, глава 28. We're going to Matthew 8. 8 to 28. 8. Извиняемся, слово 8. Now that you're all awake. Все, теперь точно все проснулись. 8, 8. Евангелие от Матфея, 8 глава. 28. И стих 28. И когда он прибыл на другой берег в страну Гиргизинскую, его встретили два бесноватые, высшие из гробов. Весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий, пришел ты сюда прежде времени мучить нас. Как многие из вас знают о том, что у бесов есть свое время? Если вы возрожденный ребенок Бога, и у вас есть проблемы, и вы хотите расправиться со своими проблемами, бесы, которые ответственны за это, они знают, что у них придет их время. Кто-то сказал, что время больше нет. Далее же от них пошлось большое стадо свиней, и бесы просили его, если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что бесам нужно какое-то тело, в котором они могли бы находиться. Им нужно место, в которое они могли бы войти. Был дух немощи. Был дух немой, который пришел в жизнь ребенка. И то, что бесам им нужно было другое тело, в которое они могли бы войти. Но есть хорошая новость. В Евангелии Иоанна, в первой главе. В первом послании Иоанна, в третьей главе. По этой причине для этого и пришел Сын Божий, чтобы Он мог разрушить дела дьявола. По этой причине Иисус пришел, чтобы Он мог остановить все дела дьявола. Он изгнал бесов. Он исцелял больных. Он проповедовал и учил. Он делал многие из этих вещей. И потом Он сказал телу Христову. Все, что делаю я, то же самое должны делать вы, и даже свыше того. Поэтому сегодня мы должны делать то, что делал Иисус. И даже еще более великие дела. В Писании он говорит нам, что Он изгонял этих бесов своим словом. Поэтому я хочу говорить о физическом исцелении, которое приходит к нам через освобождение. Очень часто люди, которые одержимы бесами, которые приходят в присутствие Божье, эти люди начинают трястись и просто падают на землю, потому что они знают, что эти бесы, которые в нем сидят, они знают, что их время пришло. И самое интересное, что прежде чем бес выйдет из этого человека, прежде чем он его покинет, он постарается ему максимально навредить. И мы читаем там же в Писании, что прежде чем эти бесы вышли из этого мальчика, он упал на землю, и он... И поэтому, если вы ходите в Божьем авторитете, тогда, когда вы встречаетесь с человеком, который одержим бесом, бес знает, что у вас есть больше авторитета, чем у него. Иисус сказал своей церкви, вся власть дана мне на небе и на земле. И потом он передал эту власть церкви. Как многие из вас считают себя церковью? Я увидел только три руки. Как многие из вас считают себя церковью Христовой? Вы должны знать, что если вы церковь Иисуса Христа, у вас есть больше власть, чем у бесов. Когда Иисус воскрес измерзлых, он сказал, мне даны ключи от смерти, и когда он пришел в церковь, и он дал нам эти ключи от царства, вы должны вообще-то радоваться в этот момент. Вы должны понять то, что дьявол, он поражен, и что кровь Иисуса Христа, она уже искупила вас. Поэтому я хочу показать вам несколько важных вещей, чтобы вы могли справляться с бесами и пройти через застеление. Давайте вернемся в Слово Божье, в Евангелие от Матфея, 12 глава, 28 стих. Очень практичные вещи, которых мы должны знать для того, чтобы справиться с бесами. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. И 29 стих говорит, или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Когда вы имеете дело с бесами, все, что вы даже знаете, что самое первое, что вам необходимо сделать, это связать с Атаном. И когда вы его связываете, это так, как будто вы обрубили какую-то его связь с вашим миром. Писание говорит, что Сатана, он является царем этого мира. И он командует всем его армией, бесов. Поэтому, когда вы связываете его силу, вы обрезаете эту связь. Как у детей, как у мамик. Пуповину обрезаете, его пуповину. Это как будто вы обрезаете эту пуповину. И вы можете вернуться обратно к своей проблеме и решить ее. Поэтому я хочу дать вам немножко практический пример того, как происходит исцеление. То, что я обнаружила в служении исцеления и служении людям. Каждый раз, когда я слышу, что врачи сказали, что у вас неисцелимая болезнь, моя антенна сразу начинает настраиваться на какую-то волну. Каждый раз, когда врач говорит вам, что у вас неисцелимая болезнь, ваша антенна должна подниматься вверх. Потому что чаще всего все болезни неисцелимые, они за ними стоят, бесы. Поэтому каждый раз, когда врач говорит вам, что нету лекарств для этого, невозможно исцелить, вы должны сразу настроиться на Божий вам. Давайте, например, возьмем рак. Рак, он вызывается тем бесом, который влияет на ваше тело. Поэтому я хочу показать вам то, как этот бес работает. Запомните, еще раз повторяю, что он не может атаковать ваш дух, потому что это дух сверху. Но он может атаковать ваше тело и атаковать ваш разум. Поэтому бес рака, он может посмотреть на женщину и сказать, ой, я вижу эту женщину. Я думаю, пускай она заболеет раком в груди. Поэтому бес, он просто прыгает на это тело. Она идет к врачу. Ее осматривают. Доктор возвращается и говорит, о, у меня плохие новости. У тебя рак в груди. У нее паника, она в страхе, она не знает, что делать. Врач говорит, нет проблем, мы можем вырезать. Нет, проблема здесь следующая. Она идет в операционную. Но дело в том, что бес, он идет вместе с ней в эту операционную. Поэтому в тот момент, перед самым этим моментом, когда врач уже готов нанести, как бы, ножом начать резать, бес говорит, а, я ничего, я в другую сторону передвинусь. Поэтому доктор оперирует одну часть. Он говорит, все нормально, мы все сделали, вы должны быть в порядке. Через три года, она возвращается. Ее опять осматривают. Он говорит, слушайте, ну у тебя, у вас опять тот же рак, но только на другой стороне уже. И она пытается понять, она говорит, мы же вроде бы с этим разобрались. Поймите одно, что вы не можете во время операции вырезать бес. Потому что в тот момент, когда вы пытаетесь его вырезать, он говорит, а, ну я перейду в живот. О, или я перейду в легкие. Ну или вообще еще куда-нибудь передвинусь в своем теле. И это то, что делают бесы. Вы должны понять то, что сатана, он не придумал это, он просто это все координирует. То есть все, что делает сатана, все, что сотворил Бог, сатана попытается копировать и использовать это против вас. Поэтому то, что делают эти бесы, то, что они могут делать, они могут посеять вас семя. Посеять наше тело в наш разум. В наши кости, в нашу кровь. Они могут нас чем угодно покрыть. И поэтому то семя, которое они в нас посеяли, оно будет порождать новые семена в нашем теле. Для того, чтобы разрушить наше тело. Видите, как он копирует. Давайте посмотрим на процесс деторождения. Мужское семя, оно попадает в женское. И оно производит клетки определенные, и эти клетки рождают жизнь. Сатана копирует это с плохим, злым семенем. И размножает эти клетки и приносят смерть. Поэтому бесы, которые оккупируют наше тело, им нужно другое, во что они могли бы переместиться. Поэтому они приносят злое семя с собой. И до тех пор, пока ты не разобрался с этим духом, рак будет перемещаться с места на место. До тех пор, пока он поглотит тебя. Аминь? Аминь. Понимаете это? Поэтому обрезать просто часть плоти, это не ответ, не решение. Писание говорит нам, что жизнь плоти, оно в крови заключается. И раковые больные люди, они часто должны делать переливание крови. Поэтому если вы служите людям, у которых, возможно, был рак или он есть, вы можете молиться следующим образом. Господь дал мне всю власть над силой вражеской. Ты дал мне авторитет исцелять больных. Вы хотите связать сатану во имя Иисуса. И потом вы должны обратиться к этому духу. Вы должны обратиться и сказать, ты дух рака. Я повелеваю тебе выйти и никогда не возвращаться. И вы хотите проклянуть то семя, которое он вас посеял. Вы должны сказать, я проклинаю то семя рака, которое находится у меня в плоти. И когда это уже произошло, вы должны послужить этим людям исцелением и восстановлением. Вы хотите также обратиться к крови. И вы должны поговорить с иммунной системой этого человека. Вы должны повелевать, чтобы кровь начала производить новые здоровые клетки. Вы должны разобраться с духом, который является причиной этой болезни. А, я знаю одного доктора, который исполнен Духом Святым. И у него очень высокий уровень того именно исцеления раковых больных людей. Потому что, когда пациенты приходят к нему, и он заведует операционной, он возлагает руки на этих пациентов. И он начинает молиться на языках за них. И поэтому в тот момент он изгоняет этого беса рака. И потом он вырезает только ту часть, которая была повреждена раком. И у него очень высокий уровень позитивных случаев, то есть как бы, что люди исцеляются. Как брат Антони сказал нам, вы не можете просто обрезать это дерево. Должны вернуться в корень проблемы. Если нет, вы будете постоянно обрезать эти деревья, они будут заново расти. Разберитесь с корнем. Писание также говорит, что мы не воюем против крови и плоти. Мы воюем против духов, всякой вражеской силы. Мы не воюем против людей. Мы воюем против вражеской силы, которую мы не видим. Вы не можете выиграть духовную битву против плоти. Поэтому вы боретесь против духов, которые являются причиной болезни. Вы боретесь против тех сил, которые невидимые. И атака дьявола, она придет в два места. Она приходит против вашего тела и против вашего разума. Дьявол хочет завладеть вашим разумом, поэтому он будет постоянно его атаковать. Он хочет контролировать его. Но самая лучшая защита против атак, которые направлены против вашего тела и вашего разума, это живое Слово Божье. Я снова это скажу. Самая лучшая защита против атак, направленных против вашего тела и разума, это Слово Божье. Поэтому вам нужно начать поглощать Слово Божье и принимать в себя ваш дух. Поэтому, когда такие вещи появятся в вашей жизни, чтобы вы могли противостоять этим атакам Словом Божьим. Каждый раз, когда вы имеете дело с всякими неизлечимыми болезнями, это дух, унаследованный дух, то есть родовое проклятие. Очень часто вы встретитесь с проклятием, которое идет, передается с поколения в поколение. Рак — это одна из них. Я знаю одну семью. Там пять женщин в этой семье. У четырех из них рак груди. Для меня это как бы сигнал. Четверо сестер имеют рак груди. И мать имеет рак груди. Поэтому вы должны разобраться с этим родовым проклятием, чтобы вы могли разобраться с физической проблемой в этом роду. Писание говорит, что когда Иисус оставил эту землю, Он покинул ее, но при этом Он навсегда победил Сатану. Два аминь. Когда Иисус покинул эту землю, Он оставил за собой навсегда побежденного Сатану. Это значит то, что рак побежден. Что те неизлечимые болезни, которые люди думают, что неизлечимы, на самом деле излечимы. Сатан побежден. Вы встретите очень много людей, которых масса всяких, именно они испытывают боль в своем теле, но они даже не знают из-за чего. Они просто всегда находятся в состоянии боли. Есть дух боли, с которым нужно разобраться. Очень часто в физическом исцелении нужно вам встретить смерть. Очень часто, когда вы встречаете слепого человека, за этим тоже стоит дух смерти. Вы должны задаться вопросом, каким образом этот человек стал глухим или слепым. Есть другой такой аспект, когда просто была какая-то травма и впоследствии человек ослеп или оглух. Чаще всего есть дух, который стоит за этим. Есть определенные духи, которые вызывают определенные болезни. Две среды назад у нас было служение в церкви, я молилась за одну женщину. И перед служением у нее была очень сильная боль. И она не могла поднять даже всю руку. Поэтому перед началом служения я сказала, приведите эту женщину ко мне, нету нужды ей сидеть все служение с этой болью. И она не могла поднять свою руку, поэтому она придется вперед. Я спросила, в чем проблема? Она сказала, это ревматизм, я не могу поднять свою руку. Я сказала, нет проблем, давай молиться. Поэтому я посмотрела на нее. Я сказала, ты злой дух ревматизма, выходи на эту женщину прямо сейчас. Она посмотрела на меня и сделала так. И потом подняла руку. И говорит, дух покинул ее просто сразу. И она стояла там, и она, мне кажется, была в шоке. Она была настолько в шоке. Но это то, что происходит тогда, когда вы встречаетесь с духом. И в тот момент вы должны просто быть очень чувствительными к духу святого, потому что он скажет вам, что там за это отвечает бес. Иоанн 10 глава говорит, что вор приходит, чтобы украсть и чтобы разрушить. Кто вор? Кто это такой? Вор приходит чтобы украсть, чтобы убить и погубить. И это не имеет значения, являетесь вы хорошим христианином. Или есть у вас хороший дом, хорошая машина. Это не имеет никакого значения. И не имеет значения, много ли у вас денег в кармане или мало. Его цель это украсть, убить и погубить. Но хорошая новость Иисус сказал, я пришел, чтобы вы могли иметь жизнь и чтобы имели жизнь немножко хорошей жизни. Я пришел, чтобы вы могли иметь жизнь и чтобы у вас всю жизнь была головная боль. Иисус говорит, я пришел, чтобы имели жизнь и чтобы имели с избытком. Аминь! Аминь! Он хочет, чтобы у вас была обильная, очень насыщенная жизнь. Поэтому Он искупил ваши болезни. Он дал власть вам, чтобы бороться с духами, которые отвечают за эти болезни. И поэтому Писание говорит нам в послании евреям, что Слово Божье, оно как меч. И что самое великое меч обоют остро, поэтому самое лучшее оружие это Писание. Самое великое оружие против сатаны это Слово Божье. Это та причина, по которой Бог хочет, чтобы мы пребывали в Словом Божьем. Чтобы Слово Божье поселялось в нас. Чтобы мы наполнялись этим Словом и могли противостоять дьяволу. Оружие, которым мы воюем против сатаны, это не физические и физические. Мы воюем именно в духовном мире, поэтому преодолеваем эти болезни. Мы разрушаем всякую твердыню болезни. Чтобы у нас была жизнь. И Слово снова говорит нам причина, по которой Иисус пришел на землю. Чтобы он мог разрушить дела дьявола здесь. Поэтому в физическом исцелении Сатана побежден. Вы должны практиковать вашу авторитет. Вы должны ходить в этой власти, которую Бог дал вам. И вы можете быть инструментом в руках Божьих, чтобы освобождать тех, кто сидит в темнице и кто скован. Аминь. Аминь. Следующая.